Всем привет! Время советов от шефа. Я Дмитрий Орловский, бренд-шеф кулинарной студии Орлет. Сегодня я бы хотел с вами приготовить самый быстрый на свете суп. Он не занимает много времени, он готовится быстро в одной посуде. Вам понравится. Поехали! Основные ингредиенты нашего супа это будет лук, корень сельдерея, чеснок и, конечно же, шпинат. Что нравится мне в супе пюре, то что можно нарезать все как угодно, неважно. Даже если есть у вас какие-то обрезочки, их можно использовать, потому что все в конечном итоге пойдет в блендер и все быстро измельчится. Это большой плюс к скорости. Поэтому в кастрюлю наливаем масло оливковое. Вы можете взять, конечно же, и подсолнечное. Сельдерей лучше нарезать немножечко поменьше, потому что он более тугой и будет дольше готовиться. Если мы нарежем поменьше, то он, представляете, быстрее приготовится и быстрее можно будет измельчать. А когда у нас обжаривается и сельдерей и лук, получается очень такой, знаете, богатый вкус. Можно, конечно, сразу же варить, но если чуть-чуть обжарить щадящее, то вкус будет такой, знаете, развернутый. Что касается чеснока, что тут можно сказать? Лучше его добавлять дважды. Первую часть чеснока в начале и потом еще для остроты, для пикантности в конце. Нарезать и нарезать, можно просто раздавить и добавить. Наши овощи обжарились, можно добавить теперь кипяток. Сейчас уже прошел процесс варки. Пусть варится минуты 3-5 до того, как у нас овощи станут еще мягче. Стоит сказать, что данный рецепт является постным, потому что здесь нет ничего молочного, сырного и так далее. Но если вы же хотите что-то такое посытнее добавить, вы можете добавить сюда жирненьких сливок или во время обжарки лука, добавить креветки те же самые или курочку, кубиком филе порезанное. Тоже все это обжаривается, варится, а потом измельчается в пюре. Быстро, просто и без лишних хлопот. Спустя две минуты мы видим, что наши овощи уже стали мягкие, полупрозрачные. Наш шпинат отправляется в блендер. Смотрите, его очень много, но после тепловой обработки нашим, так сказать, кипятком он сразу же станет гораздо меньше. Сюда же отправим чеснок, наш обещанный. Так, из специй добавлю тимьян и пару иголочек розмарина. Если блендер мощный, то должен измельчить. Не забываем про соль, перец. Все ингредиенты у нас уже в стакане, мы готовы взбивать. Важный момент. Если у вас горячий суп и блендер включается сразу резко, то крышка может улететь наверх. Иногда ее прикрывают полотенцем, но у меня можно и без этого. Наш суп готов. Я люблю, когда он измельчается очень-очень-очень мелко, когда нет даже маленьких крупинок. Иногда можно даже, знаете, оставить часть кусочков. Кому как нравится. Давайте еще раз проверим на вкус. Очень вкусно. И вкусно, и, смотрите, без мяса, без сливок и уже очень вкусно. Я добавлю сюда немножечко измельченного арахиса и, конечно же, до красоты розмарина. Быстрый, вкусный и полезный суп готов. Используйте наши советы дома. Обязательно добавьте корень сельдерей, если раньше не добавляли. Уверен, что получится очень вкусно. С вами был Дмитрий Орловский. Кулинарный студиорулет. Территория вкусных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова